Они изначально против Путина и против России. Основные российские элиты. У нас нет своих. Иногда говорят, что вот, иногда говорят, вот, как же вот вы говорите, там, народ предал, а элиты не предали. Элиты не предали, потому что это иностранные элиты на территории России. Там маленькая часть российских элит предали, но она относительно небольшая. Сегодняшние элиты, основные, крупные, серьезные, все назначены оккупантом. Это может ли придать на территории, допустим, оккупированного Советского Союза гитлеровский полицай или там назначенный Гитлером сотрудник гестапо советский народ? Конечно, не может. Он может ему навредить, он может обеспечить эксплуатацию, он может выполнить ряд задач, которые резко ухудшали нашу жизнь. Но он не из категории предателей, он из категории врагов, злейших, смертельных, которых необходимо убивать, но не предателей. Я говорю о гестаповских офицерах. Поэтому нельзя говорить в оккупированной территории об элитах национальных, которые плохие. Их нет. На оккупированной территории есть иностранные элиты, которые управляют процессами в колонии. Назначены оттуда. Олигархи назначены в Лондоне. Чиновники прошли через так называемые списки 25-тысячников и отобраны в США в основном. Ну там крючки есть, коррупция, это все механизмы мы многократно рассуждали. То есть внутри, конечно, есть предатели. Но как система, система элит в России, она внешняя, она не национальная. Поэтому к ней категория предательства не подходит. Хотя каждый из них может и предатель, кто родился в России и начал участвовать в проектах оккупационного характера. Но как система нет.